Хей! Всем привет, друзья! С вами Стоя Скрипер и добро пожаловать в новое видео, в котором сегодня мы с тобой посмотрим работающую гигантскую кровать в мире Майнкрафт! Заинтересован, так далепи лайк и погнали! Не забывай про то, что у меня есть свой инстаграм, а на тысячу подписчиков я устрою грандиозный конкурс, поэтому успей подписаться, ссылка в описании. И что же, бро, не забывай то, что все мои видеоролики я записываю на сервере Экстракрафт. Кстати, его IP есть в описании, версия 1.8, 1.9, сервер без лагов, без читеров, без всяких гриферов, поэтому, ребята, IP есть в описании, я всем советую на этом сервере играть, потому что сервер реально классный. И, кстати, здесь ты часто можешь встретить меня, поэтому это лишний повод зайти на сервер Экстракрафт. Еще раз говорю то, что IP его есть в описании. И что же, бро, сегодня мы будем смотреть на работающую кроватку в Майнкрафте. Что значит работающую? Мы можем спать на обыкновенной кровати, то есть на маленькой, но это гигантская кровать, которая действительно работает и на которой сегодня мы с вами попытаемся поспать. Итак, я предлагаю вам поставить таймсет найт, чтобы у нас все было прямо-таки хорошо. Даже давайте не найт, а 20 тысяч, чтобы у нас была прямо тьма в Майнкрафт. И, как вы можете видеть, у нас становится очень темно, то есть луна. И давайте попробуем поспать на обычной кровати. Я на нее лечь не могу, потому что я нахожусь в гейммод 1. Итак, я перехожу в гейммод 0 и ложусь на эту кровать. И, как вы можете видеть, я действительно сплю встать с кровати, то есть процесс сна у нас обычный. И что же, давайте попробуем с вами поспать на этой кровати. Я уже перешел в гейммод 0, чтобы все было у нас намного реалистичнее. То есть, действительно, я нахожусь маленький, то есть в выживании на гигантской кровати. И давайте попробуем здесь залечь и поспать. Для того, чтобы здесь поспать, мы должны встать на эти самые нажимные плиты. Итак, ребята, прыгаем сюда. У нас темнеет перед глазами, происходит какой-то звук, мы засыпаем. И вуаля, мы с вами просыпаемся прямо-таки, опять-таки, на этой кровати. У нас проходят все эффекты слепоты. И самое, что интересно, то что днем здесь спать, ну, как бы нельзя. Потому что здесь у нас стоит день. Но если же мы, опять-таки, вернемся в ночь, то есть поставим таймсет 20 тысяч, ляжем на кровать, то мы, опять-таки, пропустим ночь. И, как в обычном Майнкрафте, с маленькой кроватью мы с вами проснемся с утречка пораньше. Итак, сейчас я вам расскажу о том, как я все это сделал. И перед этим, друзья, давайте я вам покажу еще одну интересную вещь. Если я пропишу команду kill, конечно же, умру, то у меня будет ставиться спаунпоинт именно здесь. То есть, как и в обычном Майнкрафте, да, с обычной кроватью все точно так же происходит. То есть, если мы на обычной кровати заснем, у нас будет рядом с ней ставиться спаунпоинт. Точно так же и с гигантской кроватью. Поэтому, ребята, давайте я сейчас покажу, как все это здесь дело работает. А на самом деле работает здесь все предельно просто. Давайте с вами немножечко поломаем эту кровать и подлетим вот сюда. Итак, здесь у нас стоит датчик дневного света, то есть, когда у нас стоит день. Сигнал проходит сюда, и, соответственно, этот сигнал деактивирует редстоун факел. Но когда у нас стоит ночь, факел у нас активируется, сигнал проходит далее. Да, затем у нас в ход идет вот такой вот поршень, который позволяет или не позволяет проходить сигналу. Затем несколько командных блоков, которые у нас создают все эффекты засыпания, так скажем, в Майнкрафте. То есть, там всякие и эффекты слепоты, и спаунпоинт. Собственно, ребята, все, как вы видели до этого. Ну что же, мой дорогой друг, я надеюсь, что тебе понравился этот видеоролик. Это идея с гигантской кроватью в Майнкрафте. Поэтому не забывайте ставить данному видео большой палец вверх. И, конечно же, присоединяйся к моему серверу Экстра Крафт, его IP есть в описании. Ну а с вами был я, Скрипер. Всем удачи. Всем пока, ребят.